На скамье подсудимых действующая глава Грыжановского сельсовета Наталья Крупица и Галиб Асадов, один из учредителей компании, которая выполняла берегоукрепительные работы в Грыжановке по договору, подписанному сельсоветом. В результате этих работ надзорные ведомства обнаружили растрату почти трех миллионов гривен путем завышения объема выполненных работ. Сейчас этот факт доказывает прокуратура в суде. Сама глава сельсовета считает дело сфабрикованным, винит бывшего губернатора и общественных активистов. Это заказное, я это все разобью в суде, мне просто жаль громаду. Мы потеряли сегодня два года, не закончив берегу укрепления. Это все Саакашвили, которому я не знаю, что ему занесли, что он сегодня к Грыжановку. Ну ничего, мы из Грыжановки Саакашвили выгнали и самооборону выгоним. Прокурор попросил приложить к материалам дела заключение геологов, которые подтвердили факт нарушения строительных норм. Однако защита его обжаловала и подала встречное прошение. Обеспечить в зале суда меры безопасности и личную охрану обвиняемой Крупицы. А также проводить дальнейшие заседания в закрытом режиме. Суд удовлетворил только первую часть. Спецбатальон судебной полиции теперь будет охранять Крупицу. Во втором ходатайстве прокурора речь шла об отстранении главы сельсовета на два месяца. Однако Фемида посчитала доводы о возможном давлении на свидетелей и прочих фигурантов со стороны Натали Крупицы несерьезными и отказала в этом прошении. В то же время часть жителей села и некоторые депутаты Лиманского райсовета пришли, чтобы осудить действия чиновницы в свете грядущего объединения громад. Крыжановский сельский совет принимает решение о реконструкции административного помещения Крыжановского сельского совета. И выделяет на это около 8 миллионов гривен, что в долларовом эквиваленте около 250 тысяч долларов. Напрашивается вопрос, зачем реконструировать, если через буквально 5 месяцев сельский совет будет в другом селе. А у нас в Крыжанке останется там буквально пару человек, староста и его помощники. По словам депутата, через полгода Крыжановка должна будет присоединиться к Фонтанской громаде, где и расположится будущий админцентр. Тем временем суд определил дату следующего заседания по делу. Оно состоится 2 июня. Юлиан Аксенов, Алексей Прокопенко, телеканал Репортер.